Приветствую всех! С вами юрист, публицист Юрий Шулипа. Сегодня, 6 декабря 2016 года, мы общаемся с известным, можно сказать, одним из главных топовых журналистов Украины, политиком Дмитрием Гордоном. Данная передача подготовлена при поддержке видеоканала Максима Ефимова. После революции достоинства, который не так давно прошел, потому что Украина праздновала три года революции достоинства, начало Евромайдана, и вы написали такой достаточно жесткий пост о том, что наступило разочарование, ну и, соответственно, описали, что какие-то некие, ну, культура, скажем так, и негодяй, да, вот, виноваты в том, что, как говорится, что-то пошло не так. Вот, хотелось бы у вас уточнить, вот, на самом деле, почему вот, ну, имеется такое некое разочарование, вот, и кто это такие, которые, вот, виноваты, что пошло после революции достоинства не так? Так. Значит, если отвечать на этот вопрос, надо отвечать комплексно. Когда мы выходили на Евромайдан, мы протестовали против тотального обмана. Янукович пообещал Украине, что Украина идет в Европейский Союз. Что было на него не похоже, потому что все прекрасно понимали, кто такой Янукович. Но, когда, после того, как все настроились, что мы, наконец, идем в Европу, он вдруг резко отказался от курса на евроинтеграцию и сделал крем в сторону России, это вызвало огромное недовольство огромной части населения. И поэтому люди пошли на Майдан, и я в их числе. Выходя на Майдан, чего мы хотели, чего я хотел? Я хотел, чтобы Украина пошла в Европу раз, чтобы у нас установились европейские законы два, чтобы было верховенство права, чтобы приоритет был образование и здравоохранение, чтобы прекратилась воровство и коррупция, чтобы мы почувствовали себя не только географической Европой, а по-настоящему Европой. Потому что тот, кто ездит в Европу, тот видит, как там, и хочет, чтобы все лучшее. Я не говорю, что это идеальное общество Европейский Союз, и не говорю, что Америка идеальное общество, есть проблемы у всех. Но для одного отдельно взятого маленького человека, среднего человека, это схема лучшая для жизни. Когда победила революция достоинства, естественно, у меня и у других людей, которые боролись с этим режимом, были надежды на то, что у нас быстро все будет как надо. А получилось, что все, с чем мы боролись, и все, что нам не нравилось, оно расцвело еще более буйным цветом. И от этого на душе горько и гадко. Потому что народ, как всегда, обманут, потому что во главе опять стоят коммерсанты, которые преследуют лично свои узкие интересы, и потому что о людях никто не думает. И мы катимся в пропасть, в бездну. И я это вижу. И от этого просто очень плохое настроение. И я об этом не писал. Хорошо, Дмитрий. Вот как аналитик, человек, который находится в самом центре, скажем так, украинской внутренней политики, вот вы тут как бы изъех кожу, у вас широчайший круг экспертов, специалистов различных, с которыми вы общаетесь, вы уже как бы, ну, сам являетесь достаточно серьезным специалистом в внутренней политике Украины. Вот можете просто сказать, какой ваш рецепт? Мой рецепт очень прост. Он у меня есть, этот рецепт, и я об этом постоянно говорю. Что нужно? Нужно, чтобы первое лицо, кто бы им ни был, собрало в один момент 200 или 300 человек, самых богатых, олигархов, управленцев и так далее. Текст должен звучать, текст должен звучать примерно такой. Ребята, все мы, и я, и вы, уже очень богатые люди, используя несовершенство законов, и воруя из бюджета, и проделывая всевозможные шахтермахеры, мы имеем большие деньги, и имеем большую собственность, и имеем большие акции и так далее. Мы очень много имеем. Настало время жить нам в спокойной, цивилизованной стране, где средний класс существует, где старики не облачат нищенское существование. И если мы такую страну построим, мы свои деньги увеличим в разы. Мы капитализируемся вместе со страной. А для этого объявляю вам, что с завтрашнего дня страна начинает жить по-другому. Все, что мы с вами наворовали, и все, что мы сделали в плане финансовом, остается при нас. Завтра парламент с моей подачи примет закон о никогда не пересмотре собственности и финансовых активов. То есть никто не отберет у нас то, что мы украли. Это первое. Второе. С завтрашнего дня мы принимаем пакет законов, по которым мы начинаем жить. Эти законы абсолютно идентичны европейскими. Они подразумевают высокие зарплаты для чиновников. Потому что, когда мне говорят, это я уже себя, что чиновник пойдет на зарплату 6 тысяч, и не будет воровать, я смеюсь громко в лицо. Это невозможно. Это человеческая сущность этого не потерпит. То есть для того, чтобы лучшие пришли на посты, для того, чтобы лучшие, самые умные, продвинутые, системные, конкретные, обучавшиеся в западных институтах, университетах, лучшие люди за посты, которые приоритетны в государстве, они должны получать большие деньги. Я не вижу никакой проблемы дать 10 тысяч долларов в месяц крупному чиновнику или 50 тысяч долларов в месяц министру, честно говорю. Потому что, да, не только 50 тысяч долларов в месяц зарплаты, к примеру, но и социальный пакет. Он должен знать, что он имеет право на кредит 1%, или беспроцентный кредит на покупку недвижимости, что его дети учатся бесплатно в университетах, что его женат имеет то-то, он имеет, вся семья пакет здравоохранения имеет, гарантии социальные и так далее. И 15 лет тюрьмы за боровство хоть одной копейки. То есть человек, который приходит на 6 тысяч, украдет гораздо больше, чем мы ему даем сейчас 50 тысяч долларов в зарплату. Гораздо больше украдет. А так мы ставим борьбе. И об этом он является, принимается закон, и об этом он является. Криминальная ситуация у нас плохая. Угон машины, один свет. Кража, воровство телефона, семьи законами. Плюнул на улице, как в Сингапуре, 500 долларов штраф. Законами организуют все. И добейся исполнения. И показывают по телевизору. Ребята, обращайся все время к народу. Ребята, мы приняли какие-то законы. Хочу вам сказать, что мой заместитель, чиновник такой-то, вчера был пойман на взятки 300 тысяч долларов. Вот его берут, вот суд, вот он отправляется в тюрьму на 15 лет. Вот репортаж из тюрьмы, он моет камеру. Вот это он. Я обращаюсь еще раз ко всем, кто меня не понял и не услышал, должен сказать президент. Кто будет это делать, вот как он. И дальше сажать, сажать и сажать тех, кто ослушался этих гуманных законов. Вот и весь путь. И социальный лифт. Лучшие должны быть сверху, худшие снизу. И дальше, дальше, дальше. Вот рецепт. Хорошо. А скажите, а вот в складывающихся условиях, которые находится сейчас Украина, и вот эти лица, которые здесь принимают решения, которые могут повлиять как на внутреннюю, так и внешнюю политическую страну, вот они могут ваш рецепт осуществить? Есть ли надежда, что это все осуществится? Нет, надежды у меня нет. Надежды у меня, к сожалению, уже нет на то, что это возможно, осуществимо. Ну, может, со временем другие это осуществят. На нынешнюю надежды у меня, к сожалению, нет. Хорошо. Скажите, вот многие эксперты и специалисты говорят, что за три года, к сожалению, в области реформирования Украины очень прошла, скажем так, но маленький путь. Иными словами, то, что за три года было сделано, уже после революции достоинства, ну, с начала революции достоинства, можно было сделать намного больше. Вот с вашей точки зрения, что вот препятствовало ходу административной реформы в Украине? Причем это во всех, скажем так, сферах деятельности, то есть образование, финансы, экономика, военпром и так далее. препятствуют двоеточие. Первое. Тотальная жадность, алчность и страсть вложили в нашем руководстве. На всех уровнях. То есть люди, приходящие даже на посты среднего звена в областях, одержимы одним. Быстро обогатиться. Мгновенно украсть. Сегодня никто не думает о стратегии развития страны или области, или города. Думает о том, чтобы сегодня, сейчас, пока я у руля, украсть как можно больше. Украсть и спрятать. Инстинкт животных. Стратегии нет. Первое. Второе. Огромное количество, огромная часть высших чиновников и ниже и так далее являются агентами российских спецслужб. Это очень важная проблема. Это очень серьезная проблема. Потому что в условиях войны между Украиной и Россией, а это война, я напомню тем, кто этого не понимает еще, засилие агентов России в армии, в генеральном штабе, в СБУ, в МВД, в прокуратуре, в правительстве, в депутатском корпусе, в администрации, в президенте и так далее, оно сводит на нет любые потуги, любые усилия по преобразованию Украины. Вот две главных причины. И, смотрите, тогда, скажем так, поскольку в ремнии политики страны взаимосвязаны с внешней политикой, не кажется ли вам, что по тем факторам, которые вы перечислили, Украина до сих пор называет АТО, а не вводит на оккупированных территориях военное положение, так как согласно международного права. И огромное количество граждан Украины находится сейчас в Российской Федерации в заложниках, ну, как я это называю, под прикрытием правовых процедур. То есть, крымские татары, украинские военнослужащие, и просто вот, как известный журналист Роман Астушенко, который вот имел такую неосторожность выехать в Москву и сразу же был взят в заложники под прикрытием юридических процедур. И вот мы видим, да, что на этом фронте пока еще Украина проигрывает. Почему, скажем так, Украина не делает то, что она должна делать? Еще, кстати, я маленько хотел сделать дополнение. Когда Украина ратифицировала соглашение о свободной торговле с Евросоюзом, собственно говоря, за счет чего вышел Евромайдан, в этом же соглашении тоже шла речь о том, что Украина обязуется ратифицировать ремский статут. Вот почему еще не до сих пор Украина ратифицировала ремский статут международного уголовного трибунала и не выполнила, скажем так, вот эти условия согласно нормам международного права. То есть, опять-таки, смотрите, просто, чтобы нас зрители понимали, здесь идет речь о том, что Россия должна объявить, вот, извините, что Украина должна объявить Россию военную. Ни в коем случае. То есть, сейчас мы видим, что Украина находится в состоянии вынужденной обороны от российской агрессии. И, скажем так, вот эта своя оборона до сих пор не оформила ближайшие, так сказать, юридические процедуры. Просто, почему это так? Украина не сделала много чего из того, что должна была сделать мгновительно. Например, сначала вернемся в Крым, когда Россия начала отжимать Крым, Украина должна была немедленно провести целый ряд актов. Первое. Ни в коем случае не допускать зеленых человечков на суверенную территорию. Для этого есть силовые структуры, которые могли немедленно ликвидировать эту опасность. Немедленно. И тогда не было бы полыхающего Донбасса, если бы в Крыму решили этот вопрос. Но даже когда началась война, когда уже российские войска перешли территорию, границу Украины, когда российская военная машина, вооружение и так далее находилась здесь, когда пошли террористические акты по всей стране и так далее, когда была попытка захвата органов власти в Харькове, в Одессе, в Николаеве и так далее, и тогда Украина стыдливо как страус пряча голову в песок, не объявила, не назвала АТО войной, не объявила о развиве дипломатических отношений, не прекратила передвижение сообщения авиа и железнодорожная, не сделала много-много-много того, что должна была сделать страна, страдающая от агрессии. Это говорит только об одном, о засиле агентов России в руководстве в Украине. Ясно. Дмитрий, скажите, а как вы относитесь к Михаилу Саркашвине? Вообще, есть ли у него сейчас, в данный период времени, какие-то политические перспективы? Я изначально политикам не любил всех, и у меня нет ни одного политика, которого бы я любил или идеализировал. я люблю результат. С точки зрения результата Саркашвили в Грузии, я ему аплодирую. Я видел Грузию до Саркашвили, видел во время Саркашвили и после Саркашвили. И никто не убедит меня в том, что Саркашвили был плохим грузинским президентом. Он был прекрасным грузинским президентом. О перспективах его в Украине я пока их не вижу. Я не вижу их потому, что противостоит Саркашвили огромная, хорошо организованная воровская армия на всех уровнях. То есть сегодня у нас коррупция не касается только верхнего длина. Мы не можем сказать, депутаты воры, а остальные все хорошие. Да нет, у нас воруют сегодня в детских садиках, в детских школах, в политлиниках. Везде, где есть деньги и возможные откаты, возможно воровство из государственного бюджета, везде это происходит. Наживаются все. Поэтому эти люди, которые привыкли так жить и не хотят жить на пусть даже высокую, но на зарплату, они будут сопротивляться тому, что Саркашвили хочет. Поэтому я на сегодня перспектив политический для него в Украине не вижу. Хорошо. А как вы его скажем так оцениваете в качестве губернатора Одесской области? Саркашвили дали очень высокую оценку как президенту Грузии. А вот если сравнить с тем, что он губернатор Морисов. Мне кажется, что многое не получилось в Одесской области, потому что обид в поле не воин. Невозможно прийти возглавить я не знаю условно говоря тюрьму, если ты не имеешь необходимого аппарата для исполнения своих решений. Невозможно когда ты командуешь, а люди саботируют исполнение твоих приказов и проверить некому. То есть да, благие намерения, но исполнители-то остались все те же, а новых негде взять на многих местах. Негде просто. Поэтому я думаю, что многое не удалось. Дмитрий, в дополнение к вопросу, не кажется ли вам, что в Одессе после тех событий 2 мая 2014 года, когда власть откровенно допустила этот сепаратистский шабаш, все-таки не было проведено нормальной по уму антисепаратистической операции. Именно в Одессе среди сепаратистов, поэтому что сейчас стало причиной того, что в Одессе очень много путинских агентов, и даже сам мэр Труханов, по той информации, которую мы имеем у различных источников, он, во-первых, сам русский по происхождению, и, во-вторых, у него имеется, ну это опять-таки, этим источникам, которые мы имеем, в том числе от депутатов и спецслужб, у него имеется еще и у второго гражданства в Российской Федерации, что запрещено законодательство на Украине, ну и он вот такой достаточно российский взгляд, то есть, если Путин там усилить, скажем так, агрессию, он может сразу же, в общем-то, опять-то заниматься коллаборационистской деятельностью. Труханов не один, у нас таких мэров много, у нас вообще многие ждут Путина, и в Киеве, в частности, и не только в Одессе. Просто, понимаете, украинская власть должна показывать населению, народу, прежде всего, преимущество Украины. Люди, пророссийские, настроенные в Одессе, в частности, должны видеть, что классно себя ведет украинская власть в Киеве, нравится нам быть в Украине. Да, любим мы Россию, смотрим в ее сторону, но, наверное, все-таки в Украине лучше, но наша же власть делает все для того, чтобы говорили, что в Украине плохо. Ну, все делает. Разве можно не пресекать крайне националистические проявления? Ну, зачем выступают люди и рассказывают, что теперь по-русски не надо говорить? Ну, зачем? Это сейчас. Это явные провокации, и это делают российские агенты, которые рядятся в долгу националистов, чтобы никто не сомневался. Поэтому, если бы власть занималась делом, а не разворовыванием Украины, было бы все иначе. Но поскольку каждый занят своим, до таких вещей, о которых вы говорите, никому нет дела и времени на это главное нет. Понятно. И все-таки вот еще из одной причины отставки Саакашвили спасает губернатора Одесской области. Возможно ли одной, в общем-то, из причин отставки стало то, что президент Порошенко недостаточно помогал Саакашвили, чтобы тот реализовывал свои полномочия у губернатора? Может быть, это поддержка президента была не совсем адекватная? Я думаю, что этот вопрос надо задать Михаилу Саакашвили. Но я еще раз говорю, один в поле не воин. Нужна поддержка и исполнение на местах. Ни того, ни другого, скорее всего, у Михаила Саакашвили нет. Хорошо. Дмитрий, и скажите что-нибудь скажем так о приятном. Когда, на ваш взгляд, Украина достигнет такого уровня жизни, как вот сейчас страны, назовем их так, постсоветского влияния, те, которые были под влиянием Советского Союза? То есть, это Чехия, Словакия, Польша, Венгрия, там, Чехия, Словакия, Польша и Венгрия были под коммунистами 40 с хвостиком лет. Это очень мало, если сравнивать с ситуацией, которая была у нас. До 1861 года это был крепостной строй. Это рабское сознание, которое передается с генами по наследству. Большинство наших людей, к сожалению, является с арабами. И выбить это из них так быстро невозможно. Литовцы, поляки, чехи, они росли при другой ситуации. У них никогда не было крепостного права. У них никогда не было вот этого безумного поклонения должности, поклонения хозяину, поклонения там человеку, стоящего на ступень выше. Там люди были крепкие хозяева, у них свои взгляды на жизнь. Это другие общества, им проще было. Нам очень непросто. В силу того, что большинство, оно, к сожалению, очень отстало. Поэтому надежда у меня всегда на меньшинство. Но меньшинство все время формируется такое, что на него надежды нет. А выбирает это меньшинство, к сожалению, большинство. Загнанное меньшинством в состояние стада, нищеты и ожидание подачи для выбора этого самого меньшинства. И когда меньшинство кидает нищему большинству по 200 длинн или по килограммам речки, оно вынужденное выживать голосует за это самое меньшинство. В этом и заключается главная беда. Ну, мне-то и скажу так, я, в общем-то, человек, который попал, встал на сторону Украины в данной ситуации. Я москвич украинского происхождения. И мы вот эти годы, начиная с 2012 года, просто радовались, что Украина идет в Европу. Смотрели даже на сайте партии регионов и администрации президента было ввести насчет речь вопроса о том, что мы интегрируемся и так далее. И общество было подготовлено. скажем так, я отношусь к тем исключам, которые почвом ввезли в Европу и в Польшу, и Словакию, и Чехию. И мы прекрасно знаем какой-то уровень жизни, как работает закон и система и так далее. И вот по поводу Майдана у нас было такое чувство, да, ну, как у людей, которые здесь не присутствуют, что, да, Янукович, путинский агент, понятно все, но вот сейчас чуть-чуть вот, ушла эта верхушка, и все получится, и будет такая же Европа. Потому что, например, мы считали, что украинец, ну, это, в общем-то, по менталитету такой же, как Поляк, Чех, Словак, и так далее. А русский человек, понятно, который живет в Москве, он, ну, скажем так, действительно, в силу рядах причин, он не слонен, так сказать, жить в таком государстве, как Багиде, где государство это главное для человека, для русского человека это, в общем-то, источник права и все прочее, для начальника и тот, кто его, соответственно, сильнее. Поэтому, в общем-то, на самом деле, мы так и считали, что за 3-4 года, опять-таки, если мы сравним опыт, то, что было, как бы, в Польше, там, Словакии, Чехии, все-таки, это было уже давно. Теперь мы живем уже в пострегустеральном обществе, когда есть интернет, сообщения, дороги, уже автомобилизировались. То есть, все процессы, в том числе, касаемо рекорд, можно делать намного быстрее. Но, тем не менее, опять-таки, мы видим, что в Украине что-то идет не так. На ваш взгляд, все-таки, действительно ли это связано с ментальностью людей, что вот люди, скажем так, здесь, которые живут, они еще, может быть, по ментальности ближе, скажем так, к россиянам. Давайте я вам объясню вашим вопросом. Вот я, врач, работаю в больнице и получаю зарплату 10 тысяч рублей, условно говоря. Но благодаря коррупционным схемам, операциям зонал, значит, сдача каких-то помещений в больнице в аренду, лекарством не тем, что надо, которые я выдаю пациентам, остальные продаю, и так далее, и так далее, я имею не 10 тысяч гривен зарплаты, а 100 тысяч гривен зарплаты. И мне моя жизнь нравится. Но я, если мне придет кто-то сверху и скажет, все, теперь все живем по закону, и я, и вы, я подчинюсь. И не случайно украинцы, и россияне, и таджики, которые приезжают в Соединенные Штаты Америки, интегрируются в это общество и живут по их закону. Да, абсолютно правильно. И получают от этого удовольствие. То есть, может подумать не обязательно мне, значит, вот это вот заниматься всякой ерундой и иметь коррупционные деньги. Может мне гораздо лучше зарплата и страховая медицина и закон, и все нормально будет. Готовы люди подчиниться. Готовы. Нет вожака, который их призовет к подчинению. Нет его. Потому что я привел пример врача в больнице, а мы говорим уже о верхних слоях, которые воруют конкретно. Вот причина. Должен быть лидер такой, который ха-ха уровня генерала Деголя, Маргарет Тенчер, Рональда Рейгарна, уровня великих лидеров Вацлава Грагина. Но его пока нет. Но может быть, будет. Ясно. Быть будет, тогда нет надежды, что в Украине придет нормальный лидер. И все-таки руководство Украины поймет, что шутить нельзя. Мы находимся в сложной ситуации и возьмемся за руку. Спасибо, Дмитрий. Спасибо, Владимир. Спасибо. 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 Продолжение следует...